Добрый вечер, у микрофона Юрия Прайнко, реальное время Финам ФМ у нас действительно сегодня не просто актуальная, а кричащая, крайне волнующая тема антикавказская истерия или реальный цивилизационный разлом России. Это крайне серьезная тема. Я приглашаю вас принять участие в разговоре, но прежде представлю моего гостя. Это Алексей Малашенко, заместитель представителя научного совета Московского центра Карнеги. Я не побоюсь этого слова и абсолютно без лести произнесу. Один из лучших российских специалистов по теме, которую мы сегодня заявили. Я читал несколько работ, серьезных работ Алексея Малашенко. Это действительно качественная аналитика. Но, Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Самое главное, не поздоровался. Напомню, значит, средства коммуникации. Многоканальный телефон для ваших звонков 65 10 99 6, код Москвы 495. finam.fm, наш портал в интернете для ваших писем. Там же уже началась прямая веб-трансляция. То есть вы нас можете не только слушать, но и смотреть. И, соответственно, также вы можете пользоваться. Я подключил уже личный аккаунт в Твиттере. Туда направлять свои вопросы, письма и так далее. Алексей, первый мой будет вопрос. Вот смотрите, я сейчас в качестве рассуждения, а вы дальше опровергнете, подтвердите, вот как профессионал. Тема, тему межнациональных отношений, отношений, скажем так, русских и представителей народов Кавказа. Кто-то специально инициирует? Ее мотивирует? Нет. Нет. Она объективная тема и ее не надо бояться. Потом поговорим почему. Надо развернуть, сейчас, надо развернуть, сейчас гарнитур и поднять чуть-чуть выше микрофона. Вот, отлично. Хорошо, а... Почему бояться не надо? Проблемы бояться не надо, потому что она естественна, как какое-то состояние погоды, которое нам может нравиться, может не нравиться. А вот то, что появляется как бы объективно, а потом обыгрывается, потом используется как инструмент, это точно. Но это уже пункт номер два. А пункт номер один, это объективно-закономерно. Объективно-закономерно. Так, как эта закономерность вот образовалась, как она родилась, что является почвой для взрастания этой закономерности? Это трение между культурами, трение между сознанием, трение между различными поведенческими нормами. Это, если угодно, вот Господь всех создал разными. Но для того, чтобы притереться вот в этих новых российских условиях, это не Советский Союз. Да. Где хлопнул кулаком по столу, выстал чеченцев, и все. И проблема решена. Это вот действительно мы постоянно общаемся. Раньше кавказцы жили на Кавказе, тувинцы жили в Туве, а сейчас все изменилось. Идет очень бурный обмен. Понимаете, какая вещь? И мы видим людей, которых, в общем-то, нам непривычны, поведение которых непонятно и неприятно бывает, но мы от этого никуда не уйдем. Мы обречены на это постоянное общение, и не только мы, и Европа, и Америка, которая к этому приучилась. Так что здесь, как вам сказать, это можно назвать вечной трагедией, вечной драмой, но падать в обморок. Эта проблема будет решаться вечно. Пока живы люди, они будут разными. Будут разные народы, разные культуры, разные этносы. И поэтому так и будет. То есть, вот смотрите, я когда опубликовал у себя в блоге в LiveJournal нашу сегодняшнюю встречу, я получил разные письма. Сейчас вот некоторые из них я попытаюсь воспроизвести. Значит, например, фолловер пишет, разлом реальный, который то ли по умыслу, то ли по глупости продолжают упорно расширять. Если людей с иным менталитетом продолжать поощрять, создавая для них иные правила и оправдывая их дикость, то они изменятся, вопрошает слушатель. То есть, смотрите, вы говорите о том, что это столкновение цивилизации. Это разлом, то есть, это разлом, который разламывает страну в буквальном смысле. Давайте уберем слово разлом. Так. Давайте уберем слово столкновение. Заменим их на более, я бы сказал, умеренные, на более вменяемые. Это трения. Это тоже больно, когда что-то отрется, а нечто другое. Это очень больно, это высекаются искры. Но мы все равно будем отереться. Когда мы говорим о разломе, да, может быть, ситуация разлома. Я этого не исключаю. Но не нынешнее. Я думаю, что не нынешнее. Да, мы можем расходиться относительно наших ценностей. Там ислам, тут православие, там больше традиции, там адат, тут еще что-то. Нам очень трудно, вот уже конкретно приходя на Россию и Кавказ, нам очень трудно согласоваться с точки зрения гражданских ценностей. А вообще-то они у нас есть, в каком виде они существуют, что, простите меня, на Камчатке, что в Чечне, что в Москве. Они только формируются, формируются медленно, в тяжелейших условиях, а иногда даже дают обратный эффект, понимаете. И вот к этой ситуации, к переходной ситуации, к формированию каких-то новых, неожиданных ценностей добавляется. На это накладывается вот то, что вы, простите, называете разломом. Я называю трением, но, как говорится, от этого легче не будет. А вы считаете, что подобные ценности, они могут родиться, да, вот в результате этого трения? Если они не родятся... Потому что я постоянно слышу реплики, да, о том, что это несовместимо, это невозможно взаимоинтегрировать, это отталкивающие атомы. Очень хороший вопрос. Вы знаете, я думаю, что, возможно, это вопрос времени, но это вопрос не года, двух, трех, четырех, пяти, это вопрос поколений, этому все учатся. Все учатся, понимаете. Мы живем на данный момент, вот в эту эпоху с этими поколениями, там дедушки, бабушки, дети, мы, внуки и так далее. Но мы будем приучаться, и наши дети будут приучаться. Нам некуда деваться, если мы не найдем, вот очень плохое слово, толерантность, терпимость. Если мы не научимся терпеть друг друга, ну, давайте говорить о правду, это звучит цинично. Я поэтому вас и пригласил, зная, что вы всегда говорите честно. Что Москва для москвичей, Россия для русских. Ну, этого же давно нету, ну, какая Москва для москвичей? Сколько у нас тут москвичей коренных? 16 процентов? Вот я, между прочим, потомственный москвич. А таких, по-моему, или там 4 процента, или 5 процентов, я уже даже не знаю. И вот, может быть, как вам сказать, какой-то комплекс неполноценности у новых москвичей. У москвичей в первом поколении. Вот я приехал, свой кусок занял, свое место занял, а ты оттуда, из Чечни, из Саратов, какого, зачем? Уже все, я уже приехал. Это тоже нужно учитывать. Вот, и, 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 и пока все. Да, ну, а сейчас мы говорили о Москве, но Россия огромна. И всегда в ней жили разные народы. Я там не хочу, я сам терпеть не могу этого евразийства, я считаю, что это полная глупость, но бог с ним. Но жили на этой земле разные, общались и смешанные браки. В конце концов, русский мат, если сейчас мы будем его интерпретировать, там будут точно интересные вещи появляться. А это наш, вот, между прочим, самороссийский язык, это наша ценность. Ну, смотрите, я постоянно слышу с разных сторон, реплики публичные в социальных сетях понаехали, да? Понаехали, понаехали, вот они там, их заливают деньгами, а они сюда едут и шикуют, и ведут себя неподобающим образом. Алексей, с этим тоже надо мириться? Вот вы говорите, нам надо научиться жить вместе, да? Ну, ключевое ваше слово, они живут неподобающим образом. А, простите, что русские олигархи, они живут как подобающим образом? Или мы сейчас будем выяснять? Это, знаете, это как, по принципу, это, конечно, сукин сын, но это же наш сукин сын, да? Ну, от этого не легче. Есть сука, есть её сын, и, в общем, какая разница какой национальности. Другое дело, что внимание с этого сукиного сына будет переключаться уже на того, потому что и шерсть другая, простите, и лает иначе. Поэтому, естественно, что да, он наш, мы к нему привыкли, когда-то был дворнягой, сейчас стал овчаркой. А это какое тут вообще пришло непонятно что лопочет? Вот в чём дело-то ещё. Но, повторяю, мы никуда друг от друга не денемся, мы не построим, ну, вообще ничего не построим, если мы не будем общаться. Ну, вот уберите на секунду этих проклятых мигрантов. А, кстати говоря, ведь мы даже не знаем, какое их количество. Есть внутренняя миграция, это Кавказ, есть внешняя, это Центральная Азия и Азербайджан. А уберите их всех, к черту той матери, вот сейчас вот запретили. Вот будет интересно, как будет жить вот та же Москва, Питер, там ещё какие-то города. Ну, опять же, вот сам пафос вот самого этого самого всего такого, самого жаркого выступления, это и беда, и вина. Когда я говорю беда, я имею, ну, даже если мы не хотим сосуществовать, мы будем сосуществовать. То есть в какой-то степени это и беда. Это беда, потому что это очень тяжело. Это действительно очень тяжело. Ну, слушайте, ну вот были татары, например, вот уж там что-то творилось, но извините, как изводили татары-то, я знаю, как их там христианизировали и 16 век, и 17, и так далее, и так далее. Ну, вот прошло много-много поколений. Приехали, всё, мы уже как-то, ну, даже не думаем об этом, ну, и же подумаешь, какая разница. На Сабантуи ходим. И будем ходить, кстати говоря, очень вкусно. И когда я приезжаю в Казань, мой город, вот это вот мои люди, понимаете. Ну, не будем мы там, да, там есть какие-то националисты, эти там такие-сякие, вот они расшатывают. Вот это вот то, что говорили, это искусственно. Они пользуются этой ситуацией, они пытаются вот это всё, значит, подогреть, чтобы на этом поиграть. Но в целом, и я больше всего боюсь, что вот в общей этой ситуации, там трение, конфронтация, разные цивилизации, им чего-то может удастся, им, кстати говоря, удаётся. Но, но в основном, вот этот, как бы это назвать, былой татарско-русский разлом, он пройден. Мы продолжим наше общение с Алексеем Малашенко сразу после краткого выпуска новостей. Звоните, пишите. Власть у нас озадачилась созданием российской гражданской нации. Об этом поговорим после новостей. 19 часов 18 минут. Это реальное время в Финам.ФМ. Напротив меня Алексей Малашенко. Антикавказская истерия или реальный цивилизационный разлом в России. Тема нашего разговора. Пишите на финам.ФМ. Там же идёт и прямая веб-трансляция. Звоните на 6510996, код Москвы 495. Участвуйте в разговоре. Алексей, вот смотрите, власть действительно озаботилась, да? То есть господин президент у нас сожалел о том, что советского народа больше нет. Ну, помните, да, его сожаление. А затем по его заданию некий концепт был создан. Значит, вот российская гражданская нация. Я больше чем уверен, что половина страны вообще не понимает, что за гражданская нация. Люди привыкли себя делить всё-таки по национальности. И несмотря на то, что был СССР, и вроде как не было национального вопроса, но на самом деле все знали, какой национальности люди. Вы знаете, было и то, и другое, и третье. Но поскольку был действительно тоталитарный режим, он всё держал в железе, вот так вот, в кандалах. Все идеи как хорошие, так и плохие. Как любовь, так и ненависть. Понимаете, какая вещь? Как только это всё распалось, всё вылезло. И хорошее вылезло, и плохое вылезло. А поскольку распад такого огромного государства, как Россия, а распадалось-то по этническому принципу, по национальному, это спровоцировало и Кавказ, а там ещё и Чеченская война была. А потом, не забывайте, при всём том, что вы сейчас говорите, что, мол, да, советский народ, но почему-то одних советских людей высылали по национальному принципу. И, кстати говоря, откуда? С Кавказа. Чеченцев, балкарцев, ингушей. Ну, не только и западных украинцев, и балтов. Да-да-да, но мы сейчас говорим с вами о Кавказе. Понимаете, какая вещь? Ведь есть же такое понятие, как историческая память. Ну, помнят люди. И должно пройти... Помнят. Помнят. Ни одно, ни два, ни три, десять поколений, чтобы это было там, как Куликовская битва. Понимаете? Кстати говоря, и Куликовскую эту битву до сих пор некоторые помнят. Вот отлично. Вот смотрите, вы говорите о том, что надо притираться, надо учиться, надо находить те ценности, которые нас бы объединили. Но, Алексей, что мы видим в Москве конкретно? Мы видим поножовщину в трамвае, в городском трамвае, я прошу заметить. И в троллейбусе тоже. И в троллейбусе. Видел сам. Дальше мы видим стреляющие эти свадьбы, да? И тогда мы видим травматику. Вы бы видели те письма, которые я вижу сейчас на мониторе? Ну, вы понимаете, да? А я тоже такие письма получаю. Сам будь здоров какие-то. Я соглашаюсь с этими людьми. Я москвич, да? Я граждан России. Я не хочу заходить в трамвай, думая, что могут какие-то деятели заскочить и порезать граждан, которые ехали на работу в 8 утра. Это вообще что? Простите, вы налоги платите? Безусловно. Полиции. Причем в белую. Все работодатели, да, и я им благодарен за это, они все платят в белую. А вот для этого есть полиция, между прочим, которая должна брать, вне зависимости от того, какое лицо чьей национальности, и брать сходу, даже не разбираясь, кто как выглядит. И уверяю вас, если полиция будет себя вести так, как, например, она себя ведет, ну, в Германии, там же турки, там тоже есть проблемы, там огромные проблемы, но там есть полиция. И если полиция себя будет вести не так, как ГАИ ведет, а попросту брать, если будут нормальные суды, вот почему-то я не слышу о судах вот над теми, которые там что-то вытворяют. Нам немножко дали, немножко наказали. Наказывать. И наказывать всех без различия. А у нас кому-то платят, кто-то боится, эти ребята со своими традициями там ходят, кто с ножами, кто с пистолетами, не знаю. Но подъезжают к отделениям полиции. Правильно. Мы знаем эти тоже истории, когда целые кавалькады приезжают высвобождать своих соплеменников. На каждую кавалькаду найдется другая кавалькада вооруженных людей в погонах. И если кавалькады будут продолжаться, простите меня, давить. Давить по закону. У нас достаточно суровые законы, чтобы вне зависимости от того, какой ты национальности и какие у тебя деньги, там ты чукча, я не знаю, дагестанец, узбек или якут, очень жестко приучать, что это не аул, это не кишлак. И, кстати говоря, президент Дагестана Самагомедов, ведь он же, по-моему, когда были вот эти все события, он сказал, что в Дагестане, по его мнению, не стреляют вот так, как в Москве стреляют. И, между прочим, там, значит, живут по законам. Во всяком случае, вот в этой ситуации. Ну, она, хорошо. Мы с вами понимаем, в какой правоохранительной системе и правоприменительной системе мы с вами живем, да? Абсолютно. Обычному-то человеку что делать? Ну, если мы их обходим, я имею в виду полицейских, обходим за километр, когда их видим. Так это не вина лиц кавказской национальности, а это вина полицейских, которые самораспустили хулиганов и которые провоцируют, вот эта безнаказанность, она провоцирует вот эту самую межнациональную рознь, межэтническую рознь. А я могу, а вот я вышел, я с этим ножом, и ваши эти там, я не знаю, полицейские менты эти, они ничего не сделают, они меня или боятся, я им заплачу. А он такой гордый, и, кстати говоря, вот вам действительно кавказский характер. Там есть и гордыня, там есть такая, знаете, ну, такие как бы, самопоказочное поведение, а вот я не боюсь. Ты должен бояться и не полицейского, а закона. А поскольку, поскольку, вот, сам, давайте перевернем ситуацию, а что на Северном Кавказе российские законы работают, да нихрена там они, простите, не работают. Там живут по Адату, по Шариату, по шариатским судам люди живут, и они приезжают с этим менталитетом сюда, у вас, у нас, там, на Кавказе. Эти российские федеральные законы, да это полная коррупция, ни черта они не делают, это так. Это абсолютно так, это одна из причин того процесса, который вот сейчас там идет, и который можно назвать шариатизацией. Но нет закона, значит, будет шариат, и мы приезжаем вот с этой психологии. Ага, мы одно государство, да, у нас одни гражданские ценности, у нас одни законы, а почему там, у нас, на Кавказе, они не работают? Почему? Так и тут тогда они не должны работать. Вы посмотрите, у нас есть басманный суд, это что, закон? Нет. Там тоже, поэтому, поэтому, да, особенности, да, разломы цивилизации, культуры, но будет работать закон, серьезно, и в Дагестане, и в Москве. Вот тогда посмотрим... Но от кого, Алексей, подождите, от кого это зависит? От власти. От власти, которая сама... Она, по-моему, это подсчеткивает. Она нас защитить не может. Вот в этой ситуации. Бюрократия заинтересована в этой мутной воде? Есть у них преференции? Вы знаете, Юрий... Вот в этой напряженке. Ну, согласитесь, Алексей, но чувствую я ее, ну чувствую, реально чувствую. Я вам скажу, да, я вам скажу, да, но сам сейчас меня обвинят в клевете, потому что по каждому эпизоду нужно объяснять, кто и как... Нет, подождите, это ваше оценочное мнение. Конечно. Вот и все. Конечно. Мне тогда не обвинят. Это мое оценочное мнение, что такое откаты. Вот там, опять же, пример самороссийско-кавказских, даже самороссийских, простите, федерально-кавказских отношений. Внутри российских. Да. Московско-кавказских отношений. Вот туда идут деньги. Вот четкая формула. Хватит кормить Кавказ, хватит, хватит, ну давайте его не кормить. А давайте посчитаем, какие деньги уходят в откаты. Вот интересно, какие деньги возвращаются в Москву и кому? Они же не исчезают в воздухе. Это уже будет любопытно. И тогда выясняется, что не хватит окормить Кавказ, а хватит кормить тех жуликов, которые паразитируют на ситуации на Кавказе. Между прочим, я никого не обвиняю, это тоже оценочная штука. Когда Ахмад Хаджи Кадыров, первый президент Чечни, сказал, что чуть ли не то 40, не то 60 процентов денег на Чечню остаются в Москве, он сказал, по-моему, там, какого-то 20 апреля, а 9 мы его убили. Я вот в вашей книге это и читал. Понимаете, какая вещь? Это недоказуемо, но это факт. Вот это он сказал, а тут его... И что? То есть, другими словами, надо искать причину в пределах Садового кольца? Ой, вы меня все время пытаетесь поставить, даже, как вам сказать, чтобы я говорил, да или нет, да или нет. Нет, я хочу, чтобы вы вот высказывались. Значит так, да, в пределах Садового кольца, но Садовое кольцо порождение нашего общества. И думать, что Садовое кольцо состоит из одних... Не соглашусь, Алексей. А общество все такое святое и чистое. Общество лишили главного права избирать. А оно само себя лишило. Оно же не борется. Вот походили люди, там, 10 тысяч, там, 20 тысяч, 50. Ну, походили, ну, их разогнали, их освистали. Объяснили, что это все, то есть, агенты империализма. И все. И общество замолчало. И я замолчал. Вот я походил, там, два-три раза. Все. Так что же тогда вы хотите от власти, который оглядит вот так вот сверху вниз? А вы не думаете, что вот поножовщина в трамвае, в троллейбусе, стреляющие свадьбы, там, травматы и так далее. Это вот это не... Вот это же может очень серьезно мотивировать общество. А вы знаете, я вам... Причем узконаправленно. Оно уже мотивирует и будет мотивировать. Ну, постепенно, ну, не так быстро, как некоторым бы хотелось, потому что наши эти русские националисты, это все-таки карманные националисты, они полуручные. И, кстати говоря, чем интересна наша власть, она как озверюшка. Она чувствует реальную опасность. Вот помните, была манежка, убили Саверидова, кажется, да? Да, Егора. Сам болельщика Спартака. Да. Президент и патриарх побежали на его могилу. Вот подумайте. Так вот, на секундочку. Ну, казалось бы, ну, такой вот один эпизод, полухулиганство, полу... Но президент и патриарх бегут на могилу болельщика московского Спартака. Еще не поняли, что происходит, но почувствовали, почувствовали запах. И тут же там они как-то начали переориентироваться. Но это витает в воздухе. Это витает. Это витает в воздухе. И это уже можно даже пощупать. Да, но если это начать формулировать, тут, конечно, будут дискуссии, там, ученые, эксперты, политики и так далее, и так далее. Но это витает. Вот в чем дело. Ну, то есть, ответа нет? Нет. Власть говорит, гражданская нация. Народ смеется над этим. Значит, вы правы. Понимаете, какая вещь? Вот в чем дело. И мы можем сейчас об этом говорить бесконечно долго. Мы продолжим сразу после краткого выпуска новостей. Просто Алексей показал, что мы сейчас должны уйти. Я понял. Пишите, звоните. Все средства коммуникации к вашим услугам. Крайне важный и принципиальный разговор. Участвуйте в нем. 19 часов 31 минуты. Реальное время. Финам. Финам. Говорим с Алексеем Малошенко, заместителем председателя научного совета Московского центра Карнеги. Многоканальный телефон. Финам. 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 Москвы 495. Финам. Финам. Наш портал в интернете. Там идет и прямая веб-трансляция. Не забывайте еще об одном нашем информационном круглосуточном ресурсе. Портале финам. Финам. Вот смотрите. Нас слушают на самом деле в разных городах. Не только в Москве и в Московской области. Но вы закончите фразу. Да. Я вас прерву. Поскольку была Нищенко. Я не могу на это не ответить. По поводу масок. По поводу масок. Это же сторонник хиджаба. Но это уже просто готовый человек. Я поймал себя тоже на этой мысли. Вот смотрите. Мы с вами не сговаривались. Мы сидели молча. Но у меня ведь тоже такая. Вот смотрите. Значит уже и подсознательно где-то у нас там что-то сидит. Это просто доказывает уровень. Не знаю какое там слово. Ментальности. Сознания. Ума. Интеллекта. Вот нашего руководства. Алексей. Ну вот все-таки смотрите. Николай Ставрополь пишет. У нас в Ставрополь данный вопрос стоит очень остро. Но я считаю, что это можно урегулировать элементарным неотвратимостью наказания. Если бы наши власти наказывали как русских, так и кавказцев, одинаково у людей было бы чувство несправедливости. Но вы собственно поддержали. Один к одному. А тут еще, сейчас я найду еще пару интересных таких песен. Их очень много. Но что делать на ваш взгляд обывателю в хорошем понимании этого слова? Ну вот он слышит каждый день. Кстати, правоохранительные органы, я вам тайну не открою, вы-то знаете точно. Но когда мы получаем от них релизы, очень часто я вижу указания на национальную принадлежность. Ну не конкретно, да, а лицо такой-то национальности. Или выходцы из таких-то республик. Сейчас я хочу обратить внимание наших слушателей. С Алексеем Малашенко мы говорим не о мигрантах. Сейчас мы говорим о гражданах Российской Федерации. То есть о гражданах одной страны. Что делать бедному обывателю, на которого сваливается этот информационный поток? Почему я должен знать, что делать обывателю? Я сам обыватель, и я помню... Ну значит, этот обыватель пойдет на манежку. А что ему делать? Вы хотите, чтобы я призвал идти на манежку? Я не буду призывать, но если вокруг тебя власть ничего не делает, то позаботься сам о своей безопасности. То, что сейчас, между прочим, и рассматривается. Вот давайте это травматическое оружие, этот... А что делать, простите меня? Ну опять же, это не призыв, это, если хотите, стон. А что касается того, что вы говорите по поводу называния национальностей, вот тут, может быть, я, так сказать, как бы подвергнусь осуждению. Слушайте, ну мы говорим, великий русский писатель, великий грузинский художник. Почему мы не можем сказать, что там какой-то бандит какой-то национальности? То есть вы не против? Я считаю... Он себя должен переносить то, что где-то есть в том же Китае, пишут. Я не ассоциирую себя с этими бандитами, кем бы они ни были. Даже если это мои родственники, понимаете, как я говорю? Нет. Поэтому я считаю, что вот эта вот проблема выражения лица кавказской национальности, и я это, между прочим, неоднократно говорил на самом Кавказе, но, ребята, не обижайтесь, но вот ляпнули люди, а, кстати говоря, первые-то были у нас сам лица с какой национальности? Еврейской. И как-то ничего, знаете. А вот сам вот эта формулировка, которая педалируется, причём в таком, знаете, что вот это нехорошо говорить так, это пробуждает комплекс неполноценности. А что плохого в том, что он кавказец? А что плохого в том, что я москвич? Какая разница-то? Ну, то есть вы считаете, что это нагнетает? А вот это вот нагнетание. А вот вас как обижают, вот вас как... Да, ребята, наплюйте вы на это дело. Ну, вот Алексей Качан в Твиттере мне пишет, почему толерантными должны быть мы, 10 миллионов жителей, а не они, 1 миллион приезжих отморозков? Я обстеру вам письма, как они приходят без редактуры. А это абсолютно дурацкий вопрос. Понимаете, какая вещь? Мы же должны быть толерантны к ним, а не к поведению как какого-то их меньшинства. Мы не должны быть толерантны к нарушению ими законов, к их хамству. Ну, не все же хамы, простите меня. Ну, что, у нас нет друзей, знакомых. Мы не будем между собой выяснять эти отношения. Но если он на улице хамит, то какая мне... Я не буду к нему толерантен. Ну, вот смотрите, из этой же серии вопрос уже от Аслана, который пишет, неужели вы всерьез полагаете, что отсутствие национальной политики, в принципе, можно подменить диктатурой закона? Видели мы эту диктатуру в советское время, но тогда хотя бы была видимость национальной политики, еще 5 лет назад не было такой антикавказской истерии, пишет Аслан. Что ответить? Кавказская истерия... Значит, так, какая там была... Первая часть у меня высочилась... Неужели вы всерьез полагаете, что отсутствие национальной политики подмениться диктатурой закона? Значит, закон, есть закон, есть национальная политика. Закон должен работать безотносительно, как, кого зовут. А вот национальную политику в этих условиях создать пока что не удается. Так же, как, между прочим, и какую и религиозную политику. Тоже ведь не получается. А, между прочим, в 95-м, 96-м пытались, вот когда появилось слово «россияния». Как-то, знаете, вот к этому было отношение. Не, я русский, да ты что, какой я россиянин? Нет. И по сей день такой. Но мы ведь действительно россияне. Вот эта самая гражданская идентичность в нормальном государстве должна преобладать. Потом есть другая идентичность. Этническая, этнокультурная, если хотите. Религиозная. Но ты живешь в этом государстве. И ты прежде всего должен это понимать, что ты, как сказать, твоя идентичность должна быть вот такой, российской. А когда у нас это все вступает в противоречие, когда саморелигиозная противоречит государственной, мы начинаем путаться. И потом, извините меня, мы какое государство-то? Многонациональное, многоконфессиональное. Демократическое, прошу заметить. Да. Вот сам, да, я заметил. Сам, правда, не сегодня. Вот. А вдруг у нас выясняется, что Святая Русь, это куда? А это ведь расшатывает. Если здесь Святая Русь, то у нас там пусть будет исламский халифат, халифат и слава. А почему? Это есть. А чем хуже-то? А чем хуже, собственно, халифат православной Руси? Да это то же самое получается. Это вот на религиозной основе. Ваш тезка пишет. Мехотелось гостя поражает. Из-за такой точки зрения появляются брейвики. Алексей, я цитирую письма. Правильно. Русские такого не вытворяют. Хамство только со стороны Кавказа. Мы не должны с ними мириться. Мы должны их высылать за такое. А бедные полицейские не смогут им противостоять. Ведь тогда им завтра дома подожгут. Пишет ваш тезка. Да понимаете? То есть можно по-разному относиться. Но есть. Вот оно, да. Мы видим эти письма. А что предлагает мой тезка? Сам давайте купим. Высылать. А как он будет высылать? Вот интересно. Вот заберутся все мои тезки. И как будут высылать-то? В вагонах там товарных? Или обнесут колючей проволокой? Или подпишут большую петицию? Всех выслать? А если он полукавказец? А если у него жена русская? А если он вообще тут живет? А дети их? А дети? А если он по-русски говорит? А если он по культуре ближе-то сюда, чем туда? На каком основании высылать? Давайте вышлем. Давайте сам ходить на физиономии глядеть. И будем высылать. А если он не кавказец, а итальянец? Вот, между прочим, моего приятеля, московского таджика, как-то взяли как лицо кавказской национальности. Ну что теперь? Эдуард пишет. В моем родном Липецке нет дворников таджиков и водителей абхазов. Уж не знаю, почему абхазов. Ну вот, как пример, да? Вы, вероятно, обращается к вам, Алексей, уверены, что у нас все ходят пешком по уши в грязи. Кстати, это ответ на вашу реплику, да? Если на минуточку представить. Помните, да, вы сказали. Вот Эдуард из Липецка пишет. А я не говорю про сам за всю страну. А Федор пишет, простите, да? Без Азии Москва и Питер в итоге будут жить очень хорошо, потому что это вскроет гнойник криминалов ЖКХ. И это тоже, кстати, правда. Я имею в виду... И главный кавказец у нас это, конечно, Сердюков, который это все и устроил. Ну и история сегодняшней кампании славянка. Кстати, какое название? Славянка. Ну вот, вот, вот. У двух руководителей изымают 5 миллионов долларов наличными, 125 миллионов рублей наличными. И это кто? Это лица какой национальности? Ну, по всей видимости, коренной. Русской, да. Вы сами понимаете, я не хочу, чтобы вот то, о чем мы с вами сейчас говорим, воспринимали бы, что мы защищаем кавказов. Мы закон пытаемся защитить прежде всего. Мы за закон. Если закона не будет, да, мы будем вооружаться и будем убивать друг друга, то, что, между прочим, сейчас кое-где происходит. Алексей, вот хороший вопрос. А какая цель этого терпения? Причем человек закавычил слово терпение, вопросительный знак. Чем оно кончится для терпящей стороны? Ведь... Еще один вопросительный знак. Ведь во всех этих трениях терпим только мы. А они... Они, правда, закавычены. Даже и не знают, что это такое. И иногда терпение, что называется, лопается. Хочу ответить, услышать ваш ответ на этот комментарий. Терпение, я думаю, тоже может лопнуть. Это совершенно однозначно. Потому что, поскольку нас, я имею в виду русских, славян здесь большинство, то они приходят с их культурой, их традицией. Так или иначе, это раздражает вот то, о чем мы говорили. Но они все равно будут приходить. Вот в чем дело. И мы должны притираться друг к другу. Опять же, сейчас меня будут за это бить. И, между прочим, образованные люди с Кавказа, они притираются. Они входят в этот наш мир. Входят и живут, и как-то ничего. А помните лимитчиков? Они ведь не были людьми кавказской национальности. А как раздражало. Лимита понаехала. Пьяная, грязная. И тогда что? Было ведь такое? И, между прочим, та же поножовщина. Ну, тогда не было оружия. Но уж поножовщина такая была. И так они жили. Кстати говоря, мигранты и внутренние, и внешние. Большая часть их, большая, она живет хуже среднего москвича. Намного, поверьте. Алексей, а вот, кстати, эти предложения господина Туршина по краткостволу, вы как воспринимаете? Возможно, вы имеете в виду, чтобы разрешить? Да. Вы знаете, я бы разрешил. Разрешили. Я бы разрешил, потому что, причем тут уже даже дело не в Кавказе, а вообще человек имеет право на защиту. И какая зараза может на тебя напасть или на твою семью, ты не знаешь. Во всяком случае, я давно живу, и на меня нападали совершенно самые разные люди. И я считаю, что да. Это стоит того? Это стоит. И вы не опасаетесь, что это может вызвать некий всплеск? Это, конечно, вызовет какой-то всплеск, но это заставит очень многих подумать, что нельзя вот так вот бесшабашно нападать, бог весь на кого. Это тут тоже будет такая, знаете, система содержек и противовесов. Так что я за. Вот Сергей пишет, само название «Кавказец» уже вызывает страх. Если мы гордимся своей национальностью, своими делами, то они гордятся нашим страхом. Хорошо. Вы же не просто изучаете, вы профессионально изучаете этот регион России. На самом деле, что ли, там вот гордятся этим? Чем? Страхом нашим. Вот как пишет Сергей, по крайней мере, по его версии. Ну, знаете, очень хороший вопрос, и я бы даже не хотел вот так вот однозначно на него отвечать. Потому что на Кавказе живут разные народы. Что армяне – это кто? Это страх. Что, допустим, осетины – это страх. Карачаева-Черкесия – нет. Ну, давайте посмотрим на чечен, которые воевали и которые напугали. Правильно? Было две чеченские войны, сейчас я не хочу выяснять и вдаваться там, как и что. Но они себя считают победителями. Понимаете, какая вещь? И в силу того, что они себя считают победителями, вот ощущение – ага, вас много, нас мало – это есть. Это чисто нормальное человеческое поведение. Огромное государство, огромные армии. И вот она реакция. Вот она, вот. Алексей Малошенко сегодня в реальном времени после новостей. Ваши звонки и письма. 19.47 – это реальное время. Финам.фм. Меня зовут Юрий Прайнко. Напротив меня – Алексей Малошенко, заместитель представителя научного совета Московского центра Карнеги. 65 10 99 6. Код Москвы 495. Это многоканальный телефон нашей студии прямого эфира. Финам.фм. Это наш портал в интернете. Для ваших писем там идет и прямая веб-трансляция. Алексей, так вот все-таки просит Александр. Почему антикавказская истерия, если таковая, на ваш взгляд, есть сейчас, да? Началась именно сейчас? Кому это выгодно? Спрашивает Александр в твиттере. Вы знаете, это все-таки еще не истерия. Не истерия. Это пока не истерия. Я думаю, что вот до такого-то, кстати, она не дойдет. Но тут вот давайте будем немножко противоречивые. Понимаете, какая вещь? Вот этот вот антикавказизм, он, конечно, подогревается вот демонстративным желанием показать, что я кавказец. Демонстративным желанием на фоне не кавказского общества, городского общества большого, выделиться любой ценой и показать, что я все могу. И обратите еще... Это такая самость, что ли? Да, это такая самость. Кстати говоря, вот был последний случай. Это были выходцы не северного Кавказа, это были азербайджанцы. Но хочется, понимаете, вот хочется показать, что я все равно, но дешевка это. И, между прочим, этим грешны не только кавказцы, но поскольку они более заметные, они более, что ли, яркие. Вот эта знаменитая проблема насчет сам Лизгинки. Я сам помню, как они обсуждали вот это дело в Махачкале совсем недавно. А почему нельзя танцевать Лизгинку? И ребятам говоришь, ну, ребята, танцуйте только не ночью. А у них ощущение, что пытаются запретить не ночные какие-то пляски, а именно саму Лизгинку. Тоже ведь, понимаете, какая вещь. И поэтому, и то, что происходит, вот почему именно сейчас, ну, простите, а что 5-6 лет тому назад этого не было? Мы сейчас говорили про нашего президента и патриарха, который 2 года тому назад там ездили на могилу. У нас вот только что был эпизод с борцом. До этого года 4 тому назад был эпизод, когда пара чеченцев устроила стрельбу в троллейбусе. Это, в общем, по-моему, пока что все примерно на одном уровне. Если поднять материалы и посмотреть на фактуру, то есть вот на то, что происходило в последние годы, я не вижу, чтобы вот сейчас было что-то такое чрезвычайное. Другое дело, что больше стали обращать внимание. А вы допускаете, что ситуация обострится? Конечно, потому что межэтнические проблемы – это самые тяжелые, самые непредсказуемые. И тут очень многое зависит от эпизода. Один конкретный эпизод может такое натворить, что, не дай бог, а мы все время ходим по этой грани. Вот пока, ну, наверное, может быть, было один-два эпизода, вот та самая манежка, понимаете? А представьте себе, что вот к тому бы эпизоду на него бы еще чего-то наложилось. Ну, не дай бог, как это было в такой вот ситуации остановить. Мы ходим, мы все время ходим по вот этому лезвию ножа. Это понятно. То есть и отход от этого лезвия – это соблюдение законов. Это беспощадное вне зависимости от национальности. Это беспощадное соблюдение законов. Ну, а продажная власть? Ну, Алексей, ну мы же с вами понимаем. Но вы посмотрите вообще. Что вы хотите от меня-то? Я не депутат. Я понимаю, да. Вы мне задали вопрос. Вы послушали бы, что здесь депутаты мне говорят от Единой России. У них счастье всенародное. Они меня критикуют. Что вы нападаете на госкорпорации? Они наши двигатели. Вот уже несколько аффилированных компаний с государством. Вскрыли слегка. И волосы дыбом. Волосы дыбом у нас стоят, по-моему, с 1917 года. Только не всегда это было видно. С другой стороны зайду. Гражданское общество что может сделать в этой ситуации? Если я буду говорить о терпимости, то меня не поймут. Не поймут. Я вижу письма, не понимают. И правильно сделают, что не поймут. А у нас оно есть, гражданское общество. Понимаете, какая вещь? Вот мы все говорим о гражданском обществе. Мы видим какие-то его элементы. Мы видим каких-то его представителей. Если бы у нас действительно было бы гражданское общество, то все вот эти протесты, которые мы видели, они бы не ушли в песок. А если мы будем... А вы считаете, ушли в песок? Скоро декабрь? Я боюсь показаться пессимистом, но я что-то не вижу. Ну, не вижу я вообще. Не вижу. Вот не вижу я все. Алексей Малашенко в реальном времени на Финал МФМ. Всем, пожалуйста, господа, 65 10 99 6, код Москвы 495, финам.фм. Единственная просьба ко всем, четко, лаконично к вам, Алексей, что по ответам, да, и к слушателям по вопросам и репликам. Вы в эфире, добрый вечер, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Александр. Да, Александр. Я был с вами по теме. Я не отношусь к каким-то националистам. Я в армии служил, у нас много национальностей было. И в Узбекистане я какое-то время прожил по молодости. Но единственное, что я вам скажу, вы знаете, основная часть вот тех ситуаций, которые я вижу, вот что сейчас происходит, я думаю, что все-таки это, наверное, в некоторой степени, мое мнение, что это ошибка власти. Потому что, да, нам нужно мириться, да, нам нужно дружить, потому что мы должны вместе развиваться, двигаться. Но почему-то за счет только русских людей это происходит. Потому что у нас, извините, один там боец кого-то убил, так его сейчас выпустят, я так понимаю, да, что мы уже все видим, что ему там и санкции изменили, и, скорее всего, что его выпустят, потому что промзали сюда. И кто-то пострелял, ничего к ним не применили, понимаете. Вот как бы вот это людей раздражает. Вот это людям надоедает, мне думается. Потому что люди, ну, всегда мы нациями дружили, и всегда это было. И в СССР это было, да. И, ну, как бы нормально, конечно, молод, не могло об этом говорить. Но мои родители никогда не испытывают каких-то конфликтных, каких-то негативных эмоций. Да, Александр, спасибо вам, Алексей. Александр прав. Только я бы хотел вот добавить к тому, что он говорил, какую мысль. Русских большинство, да? Это явно, это подавляющее большинство. И так будет, так русские несут большую ответственность за тот беспорядок, за отсутствие законов и за ту власть, которая в стране находится. Правильно? Это вот те самые русские, которые вышли на, там, не знаю, на демонстрацию, которые высказали пожелание «давайте жить по-человечески», а не в басманном суде. Поговорили и разошлись. Поэтому власть прежде всего катается на русских, но они сами подставляют шею. Это правда. Какой выход-то? И я хочу вот высказать свое соображение. Я считаю, что те требования, вот те вспышки протестные, которые у нас возникали, в том числе и на Манежке, вы можете тоже меня сейчас раскритиковать. Но это, как бы то ни было, требование соблюдения закона. Всеми и вся. Почему я должен вас критиковать? А дальше, нет, я знаю то, что люди по-разному относятся, да, там чуть ли не фашистами называли тех людей, которые выходили. Нет. Я не даю отдельным выходкам оценку. Но соблюдение закона, вот здесь я с Алексеем не просто согласен. Это, вот на мой взгляд, это нас единственное, что может спасти. Абсолютно. Плевать, какой ты националист. Вот весь, ты такой вот самый-самый, да, нарушил, получи. По полной программе. Все. Тема закрыта. Вы в эфире. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня Андрей зовут. Да, Андрей. Хочу высказаться по поводу речи Алексея. Я хотел внести несколько уточнений. Вот вначале вы, Алексей, сказали, что существует внутренняя миграция, обмен. Так вот, обмена нет никакого. Есть одностороннее движение. Оттуда сюда. Вот. Значит, есть очень хорошая пословица. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. И почему мы должны терпеть здесь и не жить по каким-то своим правилам, на чем мы были воспитаны. И даже по своим законам, которые, оказывается, существуют только для русских. Ну, например, печально известна 282-я статья, по которой садишься, сажают только русских. Почему-то. Дайте мне статистику по выходцам из Кавказа или выходцам из Средней Азии. Сколько было посажено по этой статье. Значит, хотел еще сказать по поводу Великой Отечественной войны. У определенных людей были совершенно четкие поводы переселить этот народ. Некоторые народы переселить с того места, где они проживали. Если покопаться в военной истории, то можно очень легко найти ответ. Хотя сейчас этот ответ пытается всячески замолчить. Но дело прошлого. Если перейти к сегодняшней ситуации, то мне просто непонятно, почему мы должны терпеть в своей стране, в своем родном городе. Почему я должен покупать своей жене баллончик с газом. Почему я сам должен приобретать травматику и ходить по улицам. Да, Андрей, спасибо. Простите то, что прерву. У нас просто две с половиной минуты. Алексей ответит. Пожалуйста. Во-первых, Андрей, я... Это, по-моему, вопрос еще на одну передачу. Да нет, но это естественно. И мы, в общем-то, все здесь варимся. И все порой думаем одинаково. И нам даже неудобно признаваться, как мы думаем. Ну, понимаете, какая вещь, Андрей. Вот вы говорите, чужой монастырь. Тогда надо делиться. А получится делиться. У нас монастырь, там будет еще что-то тогда. Люди приезжают, действительно, другая культура, аула и все прочее. И когда я говорю слово терпение, толерантность, то оно подразумевает, что их тоже нужно приучать, воспитывать этих людей, что безумно трудно не оскорблять, ну, потерпеть, но воспитать. Мы от них никуда не денемся. Мы не построим забор. Даже если захотим. Потому что мы будем тогда делить. Давайте пустим осетин, давайте пустим... А этих не пустим. Вот, например, были такие данные позапрошлого года. 72% выступили за отделение Дагестана, Ингушетии и Чечни. А Кабардино-Балкария, а Адыгей, а Карай... Все намного сложнее. Вот в чем дело. Мы все по-своему правы, и мы все по-своему виноваты. Это не демагогия, потому что так и есть на самом деле. А что касается... Вот Андрей очень интересную сейчас вот вещь, по-моему, сказал по поводу 44-го года. Это действительно достойно отдельной передачи, потому что... Айкси, договариваемся. Встречаемся по этой теме. Давайте, по этой теме это безумно интересно, потому что... Ну, потому что надо говорить отдельно. Там очень много всего. Очень короткий, но серьезный мой вопрос. Договорились по этой теме. Выделяем ее отдельно. Значит, один из политиков, очень близкий к власти, но который периодически что-то новаторское предлагает, да, предложил ликвидировать национально-территориальное и перейти к административно-территориальному делению. Это не Жириновский, сразу скажу. А ваша мысль по этому поводу, это реализуемо? Коротко. Это нереализуемо. Нереализуемо. Но это в идеале было бы неплохо, но это нереализуемо. Ну, то есть это в какой-то степени бы нивелировало бы ситуацию. Безусловно, но боюсь, что поезд ушел. А о чем споткнемся? Вот где этот камень? А уже привыкли жить вот это наша родная. Это, кстати говоря, наследие советской славной политики. И ку-ку. Вот мы его сейчас и расхлебываем. Все, точка. И возвращаемся к этой теме с Алексеем Малашенко чуть позже. Спасибо всем. Реальное время. Финам. Финам.